Продолжается модернизация автопарка службы скорой помощи Чуваши. Сегодня ключи от новых автомобилей получили 10 бригад, обслуживающих 3 района республики Чебоксара и Новочебоксарск. Два года назад автопарк службы скорой помощи насчитывал чуть больше 240 машин. Причем все они выработали свой ресурс на 98%. С апреля 2014 началась модернизация автопарка и первые 39 автомобилей получили бригады Чебоксара и Новочебоксарска. Всего же обновили 77 машин и это помогло сократить время ожидания скорой помощи. Я благодарен всем водителям, всем медработникам, которые ездят каждый день на этих автомашинах, что практически в среднем, если взять, около 13 минут получается. Это статистики, это нормативы, единая диспетчерская служба, все это работает по системе ГЛОНАСС. Это очень важно, очень значимо для нас. Я думаю, что мы будем стараться сделать все для того, чтобы жалоб и нареканий на нашу работу не было. Я верю вам в своих коллег. Новые автомобили оснащены по последнему слову медицинской техники, причем все оборудование, отечественное производство и очень удобное в обращении. Вообще эти кареты скорой помощи более эргономичны, чем их предшественницы. И вибраций меньше, и шума меньше. Как-то удобнее будет с больными как обслуживать и теплее. Эта машина более удобная по сравнению со старыми. Все под рукой. Видите, вот эти полочки, они под рукой. И там эта аппаратура у нас. Сегодня к нам в Ресублику поступает 12 автомобилей на базе «Газель» и один автомобиль на базе «Форд» класса «С». 12 автомобилей – это класс «Б». Автомобили в основном будут работать в сельской местности. Это очень важно, чтобы не только городские жители, но и жители села у нас могли получить качественную скорую медицинскую помощь. Сегодня новые автомобили получили бригады, обслуживающие население Чебоксарского, Красночитайского и Порецкого районов и бригады психиатрической помощи Чебоксары-Ноучебоксарска. До конца этого года в скорую поступят еще несколько автомобилей. И тогда обеспеченность спецтранспортом составит 97%. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.